Советский турбовинтовой стратегический бомбардировщик ракетоносец Ту-95 самолет, мягко говоря, немолодой. Достаточно сказать, что данная машина разрушения застала еще сталинские времена. Несмотря на почтенный возраст, бомбардировщик «Медведь» остается на вооружении России до сих пор. В чем же заключается загадка ветерана ВВС? Неужели у отечественных воздушных сил нет ничего лучше и современнее? Стратегический бомбардировщик Ту-95 или Б-Медведь, по классификации НАТО был создан в далеком 1952 году. На сегодняшний день уникальная машина стоит на вооружении одной единственной страны — России. Произведено данных самолетов было не так уж много. По официальным данным, в строю находится ровно 60 бомбардировщиков Ту-95 всех моделей. Машина является турбовинтовой, что в эпоху турбореактивных бомбардировщиков может показаться откровенно странным. Однако, здесь-то и кроется вся соль вопроса. По своему тактическому назначению бомбардировщик Ту-95 выполняет те же самые задачи, что и американский Boeing B-52 Stratofortress, появившийся на свет в том же 1952 году. Главная разница между самолетов заключается в двигателях, которые они используют. Ирония в том, что о наиважнейшем преимуществе советского медведя стало известно только после появления развитой сети спутников-шпионов. Дело в том, что даже современное оборудование откровенно неважно справляется с обнаружением турбовинтовой авиации из космоса. Таким образом, Ту-95 является не только средством ядерного сдерживания, но и настоящим тихим ужасом для противоракетной защиты и разведки США. Ошибкой было бы думать, что Ту-95 никак не менялся на протяжении последних почти 70 лет. Самолет неоднократно дорабатывался и модернизировался. На сегодняшний день в России используется Ту-95МС, экипаж этих самолетов составляет 7 человек. Габариты бомбардировщика — 49,09 на 50,04 метра, длина фюзеляжа на размах крыла. Пустой самолет витит 86,3 тонн, а максимальная взлетная масса может достигать 156 тонн. В движении ветеран ВВС приводится четырьмя двигателям на 12-м, которые позволяют разгоняться до 830 км в час на пике и до 700 км в час в крейсерском режиме. Боевой радиус самолета засекречен. Самолет может нести до 20,8 тонн боевой нагрузки, а также имеет пару авиационных пушек ГШ-23. В советское время самолету Ту-95 несли боевое дежурство вдоль границ НАТО, правда, по официальным данным, ядерных зарядов на них никогда не было. Загрузка ядерных бомб на Ту-95 осуществлялась всего один единственный раз, во время Караибского кризиса. Базировались бомбардировщики как в самом СССР, так и в ряде стран социалистического лагеря, на Кубе, в Анголе, Сомали, Гвинея. По некоторым данным машины использовались для выполнения разведывательных полетов во время войны во Вьетнаме. Участвовали Ту-95 и в качестве самолетов слежения во время космической программы СССР, с их помощью искали приземлившиеся из космоса аппараты. После развала Советского Союза первым эпизодом боевого применения 95-го стала гражданская война в Сирии. Там бомбардировщик применяли против формирований террористов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...